Доклады финалистов Посмотрим на их предложения о том, как продвигать образ медицинского специалиста, с точки зрения каких механизмов, идей, с точки зрения какого содержания. У нас сегодня очень междисциплинарное жюри. У нас целых три доктора наук. Среди нас доктор социологических наук Каменева Татьяна Николаевна и бесчетного Оксана Владимировна. А также с нами доктор медицинских наук Пивоварова Оксана Анатольевна. Все члены нашего жюри это профессионалы высокого уровня, знакомые с тематикой управления здравоохранением. Кто-то с точки зрения больше медицины, кто-то с точки зрения больше социологии, а кто-то и на стыке медицины и социологии. Модератором сегодня буду я, Богдан Игнат Викторович. И, собственно, хочу сказать, что мне лично эта тема очень интересна, поскольку тот исследовательский коллектив, который я возглавляю, он достаточно много исследовал проблематику образа врача, образа медицинской сестры. Поэтому жду с нетерпением сегодняшней нашей дискуссии. Собственно, напоминаю, какие критерии будут оценки работ. Коллеги, вам уже было, они были высланы предварительно. Критериев у нас пять. Это соответствие представленных тезисов цели трека, то есть цели продвижения образа медицинского специалиста. Это убедительность и обоснованность полученных выводов, это убедительность и обоснованность предлагаемых рекомендаций, это реализуемость практической о предложении в сфере здравоохранения. И последний пункт, на котором мы сосредоточимся сегодня, это презентация исследования на итоговом мероприятии. Будем оценивать. Жюри, была разослана ссылка на голосование. Если члены жюри не получат, я после мероприятия разошлю. И мы готовы начинать. Первого конкурсанта я бы хотел пригласить команду ДГП номер 133. Есть ли у нас представители этой команды? Да, мы здесь. Да, добрый день, коллеги. Собственно, вам слово, у вас до 15 минут. Слушаем вашу презентацию. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Сегодня мы представим наш проект под названием «Медицинский работник будущего» на примере сотрудника детской городской поликлиники 133. Целью нашего проекта является формирование предложений по развитию образа медицинского специалиста в целом или отдельных его аспектов. В ходе работы мы проанализировали новый образ медицинского работника в детской городской поликлинике 133, представили новые методы работы с пациентами и принципы преемственности между структурными подразделениями поликлиники, которые мы успешно воплотили в жизнь. А в завершении мы определили основные качества медицинского работника будущего. Как это ни странно, но пандемия новой коронавирусной инфекции принесла не только трудности всему мировому медицинскому сообществу, связанное с увеличением объема медицинской помощи пациентам, дополнительным функционалом, непривычными алгоритмами работы, и отсутствием должного количества медработников, лекарств, оборудования. Также период пандемии повлиял на технологический прогресс, дал мощный толчок в развитии онлайн-среды, а также ускорил темпы развития дистанционных услуг. Как итог, медицинский работник стал быстро обучаемым в проведении зум-конференции, онлайн-лекций и вебинаров для врачей и медицинского персонала среднего, инструктажей, связанных с новой коронавирусной инфекцией, внедрение дистанционных образовательных программ по вакцинации среди педиатров и так далее. Еще хотелось бы отметить, что период пандемии новой коронавирусной инфекции заставил медицинского работника освоить новые разделы работы, которые не выполнялись ранее. Поэтому следующими качествами, которыми должен быть, будет обладать каждый сотрудник, является многофункциональность и взаимозаменяемость. Врачи-специалисты и средний медицинский персонал участвовали в оцифровке электронных медицинских карт пациентов, участвовали в вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции. Также в качестве примера этих качеств можно привести появление в скором будущем в нашей поликлинике, в том числе нового специалиста, врача физической революционной медицины, которые смогут выполнять функции врачей трех специальностей. Врача-физиотерапевта, лечебной физкультуры и рефлексотерапевта. Новая коронавирусная инфекция вызвала у наших пациентов и их родителей повышенную тревожность, нервозность, даже душевную неопределенность из-за массовой истерии и отсутствия у них знаний в начале пандемии. В связи с этим мы делаем следующий вывод. Врач будущего обязан проявлять эмпатию к пациентам, быть стрессоустойчивым, пациентоориентированным и быть примером для своих пациентов. Именно так возникает комплайенс. Врач должен быть не только советником, но и человеком, который на личном примере демонстрирует здоровый образ жизни. Доктор участвует в спортивных соревнованиях, бегает в марафоны, проводит зарядку. В век развития интернет-пространства и снижения офлайн-контактов врачи осваивают и становятся активными не только пользователями социальных сетей, но и распространителями идей. Важными качествами будущего медицинского работника являются креативность и коммуникабельность, активное и нестандартное ведение социальных сетей, проведение прямых эфиров по разным полезным и интересным темам, организация праздничных мероприятий онлайн и многое-многое другое. Например, сотрудники отделения медицинской реабилитации, отделения профилактики детской городской поликлиники 133 проводят регулярные прямые эфиры и вебинары для наших пациентов и их родителей, которые они могут увидеть в Facebook-аккаунте, Instagram-аккаунте нашей поликлиники. Итак, подведем итог нашего исследования. Каким должен быть медицинский работник будущего? Быстро обучаемым, многофункциональным, взаимозаменяемым, подающим пример, стрессоустойчивым, пациентаориентированным, спортивным и, конечно же, креативным. Будущее уже наступило. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, спасибо большое за доклад. Хочу обратиться к членам жюри. Есть ли у них вопросы к конкурсантам? Хорошо, давайте тогда у меня есть вопрос. У меня есть вопрос, просто я подключилась. Спасибо вам огромное. Вы представили очень интересный проект и проделали вероятно большую работу. Ну, если можно, уточните мне еще раз, а какие методы исследования вы использовали для реализации своего проекта? Мы систематизировали наш накопленный опыт работы в период пандемии. То есть на протяжении всего периода пандемии с апреля 2020 года у нас вводились различные приказы, распоряжения, на основании которых мы строили нашу работу. Внутренние приказы, да. И на основании этого мы уже наблюдали, каким образом, кто как может проявиться. И по итогу вот у нас получилось так, что мы определили именно те качества, которыми бы могли обладать медицинские работники. Хорошо, спасибо. А вот какова же была совокупность тех медицинских работников, за которыми вы наблюдали? Это вся наша поликлиника. Вся ваша поликлиника. Хорошо, спасибо. Мы не слышим организатора. Слышно? Слышно. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли разница в позиционировании различных профессий работников? То есть, когда я читал ваши тезисы, у вас в целом говорилось о медработнике. Сейчас в презентации много говорится о враче. Но есть и другие медицинские специальности, по вашему мнению. То есть, в целом, что касается образа или с точки зрения образа, там, не знаю, медсестры будущего, там, не знаю, санитарки будущего, да? Есть ли какая-то разница с позиционированием врача? Или в целом вы считаете, что вот ко всем одни и те же требования, одни и те же качества, которые вы озвучили? Вот такого рода вопроса. Я думаю, что это ко всем медицинским работникам относится, потому что любое медицинское учреждение, оно направлено на оказание медицинской помощи. И для того, чтобы ее качественно оказать, вот именно такими качествами, любой медицинский работник, вне зависимости от того, это врач или медицинская сестра, или это прочий персонал, могли бы обладать. Хорошо, спасибо большое. Уважаемый член жюри, кто не высказывался, есть ли еще вопросы, или мы переходим дальше? Вопросов нету. Хорошо, отлично. Переходим ко второму конкурсанту. Это команда ООО «Медицинские технологии». Если вы с нами, коллеги. Так, тут технические какие-то вопросы. Хорошо, есть ли с нами команда РУДН? Да, здравствуйте, здесь. Здесь кто? РУДН? Да. Хорошо, давайте тогда поменяем порядок. Значит, сейчас выступает, вторыми выступает команда РУДН. Здравствуйте. Готовы вас, здравствуйте, готовы вас слушать? Сейчас. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем научную и следственную работу по теме, какие они современные медицинские сестры. 2020 год был объявлен Международным годом сестринского дела и акушерства. Обстоятельство сложилось таким образом, что весь год медицинским сестрам приходилось сдавать экзамены на умение адаптироваться в опасной ситуации. Возникшие вследствие пандемии изменения возможностей получения услуг негативно влияют на потребителей медицинской помощи. Возникает вопрос, способствует ли это формирование негативного представления о медицинских сестрах? Цель нашего исследования – это провести анализ изменения представлений о медицинских сестрах до и во время пандемии COVID-19. Мы провели анкетирование, в котором предлагалось оценить профессионально важные качества медицинских сестер до и во время пандемии. В опросе приняли участие 704 респондента. Результаты обрабатывались с помощью СПСС-статистик. Исследование проводилось по инициативе при поддержке кафедры управления и естественной деятельностью Российского университета Дружбы народов. Каковы наши результаты? Теоретический анализ проблемы профессионально важных качеств людей, обеспечивающих уход, позволил выделить 20 качеств. Аккуратность, логическое мышление, внимательность, добросовестность, ответственность, терпение и другие. Статический анализ с помощью одновыборочного Т-критерия не выявил достоверных различий в представлениях о медицинских сестрах до и во время пандемии COVID-19. Не по одному из анализированных профессионально важных качеств. Каких мы взяли респондентов? Это медицинские сестры, братья, врачи, работники сферы здравоохранения, работники вне сферы здравоохранения, преподаватели, неработающие, пенсионеры, студенты, работающие в системе здравоохранения, студенты медицинского вуза, студенты немедицинского вуза. Возраст наших был опрошенных до 25 лет 39%, были опрошены 20-40-24%, 41-55-30% и старше 50 лет было около 7%. Выводы по статистике, как мы видим, шкалы были разные. Это актуальность, логическое мышление, внимательность, добросовестность, сострадание, умение общаться. И также были результаты даны до пандемии и во время пандемии. Это тоже продолжение. Культура речи, самоотверженность проверяли всех медицинских работников до пандемии и во время пандемии. Выводы можно отнести такие, что представление медицинских сёстров до и после пандемии не отличается. Оценка качества работы медицинских сестёр, их умение, добросовенность по оценочной шкале говорит, что они как выполняли свою работу хорошо до появления пандемии, так и продолжают в настоящее время. Единственное, что отличается в оценочной шкале, это умение работать. Оно повысилось в период пандемии и психологическое здоровье снизилось в период пандемии. Также наш опрос был, такой вопрос был поставлен, медики герои или это их работа. Были такие вопросы, как насколько важно помогать медикам в условиях чрезвычайных ситуаций, что каждый из нас может сделать для снижения социального напряжения, имеют ли право сёстры вести себя некорректно в чрезвычайных ситуациях. И были такие ответы от респондентов. Считаете ли вы, что нужно относиться с пониманием к некорректному поведению медсестр во время пандемии и других подобных ситуаций? Как мы видим, в основном были больше вопросы «да». Сталкивались ли вы с негативным поведением медицинских сестёр во время пандемии? В основном были ответы отрицательные. Считаете ли вы, что в тех нечеловеческих условиях, в которых приходится сегодня работать с медицинским сёстрам, очень сложно сохранить человеческое лицо? Безусловно, большинство респондентов отвечало положительно. Считаете ли вы, что медицинские сёстры вносят существенный вклад в противостояние коронавируса? В основном отвечали «да». Изменился ли ваш уровень доверия к медицинским сёстрам за время пандемии? Большинство, как мы видим, разделились 50 на 50. В основном, повысился или не изменился вообще. По статистике, смертность медработников от COVID-19 в России выше, чем в других странах. Считаете ли вы этим показателем завышенным? Многие ответили, что «да», это завышено. Заслуживают ли медицинские сёстры повышенных выплат за работу в условиях пандемии? Конечно, в основном многие ответили «безусловно». Согласны ли вы с тем, что большинство населения России имеет негативное представление о медицинских сёстрах? Тут тоже разделились. Большинство распадетов ответили, что «да». Некоторые ответили «нет» и некоторые затруднились с ответами. Насколько эффективна психологическая поддержка, которую медсёстрам оказывает пациентам население во время пандемии? В основном она эффективна. Обладает ли медсёстры достаточным знанием, умением и навыками для противостояния коронавируса? И всё-таки медсёстры герои противостояния или это всего лишь их работа? В основном ответили 78%, что герои. И какие всё-таки выводы? Представление о медицинских сёстрах до и во время пандемии не изменилось. 93% респадетов считают, что медицинские сёстры вносят существенный вклад в противостояние коронавируса. 41,3% респадетов отметили повышение уровня доверия к медицинским сёстрах за время пандемии. И 3,4% респадетов считают, что условия пандемии медицинские сёстры проявили себя как герои. Какие мы можем представить предложения по развитию образа медицинской сестры? Во-первых, это выполнение совместных естественных проектов, научных, образовательных и медицинских организаций по выявлению специфик и профессиональной деятельности медицинской сестры и дальнейшего тиражирования результатов. Проведение флешмобов, таких как День медицинской сестры, создание научно-исследовательских институтов по сестровскому делу, введение новой научной специальности сестровское дело. И в основном вот все наши предложения. Спасибо большое за внимание. Большое коллеги, уважаемые член жюри, есть ли какие-то вопросы? Разрешите вопрос? Конечно. Спасибо большое за доклад. Интересные данные вы представили. Пожалуйста, напомните, пожалуйста, о методах, какими вы изучали свои корреспонденты и объем выборки, пожалуйста. Методы у нас были анкетирование и опрос. В выборку у нас было 704 респондента. Были опрошены как студенты РУДНа, как студенты 2-го меда. Преподаватели и работающие медицинские сестры, работающие врачи. Вот в институтах в Бакулевском центре, потом в Рогачевском. Некоторые коллеги из акушерства и гинекологии. Вот такой широкий спектр, категория, опрошенных. Чем это выясняется? То есть вы не ограничились одной категории. Мы захотели понять все-таки с разных сторон, то есть и со стороны пациентов, там пенсионеров, не работающих, и со стороны работников. То есть какое отношение все-таки, чтобы больше понимания было? Да, потому что все-таки вот эта ситуация во время коронавируса затронула всех. И мы хотели как раз выявить, как люди всех, ну как бы в всех специальностях, обычные люди, которые столкнулись с этой ситуацией, относятся все-таки к персоналу среднего медицинского образования. Как они видят себя как с внутренней стороны, как со стороны профессионала, и как со стороны обычного человека. То есть есть ли у вас данные, которые вы говорили, что одни делают это одним способом, а другие другие? Или какие-то разные факторы представлены разными группами? Другой вопрос, еще раз повторите, пожалуйста. Ну ладно. Вы как считаете, насколько изменилось понимание ситуации сегодня? Есть ли какие-то изменения? Ну вот я могу сказать со стороны себя, что вот я работаю в Бакуливском центре, и в основном ситуация немного стала как бы серьезней. Ужесточились кое-какие меры предосторожности, повысилась вообще рабочая как бы сила, повысился как бы стресс, стресс и ситуация, что возникает так, что поступают пациенты, так как у нас зеленая зона, неизвестно, поступают пациенты, и потом мы узнаем, что они как бы заболели. Ну как бы немного в плане ответственности еще больше стрессовые ситуации немного как бы усиливать во время работы. Ну и само представление о медицинских сестрах все-таки как-то, ну, по сути, все относятся с уважением. Ну, мне кажется, после пандемии стало даже лучше отношение к медицинским сестрам, потому что многие медицинские сестры и не отдыхали, и не кушали, и постоянно работали, и не хватало времени ни на сон, ни на что. Вот поэтому это больше, многие люди это знают, и все равно уважение появляется. Нельзя тут не уважать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. У меня тоже вот есть вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете для медсестры, с точки зрения позиционирования образа медсестры, что все-таки важнее, личностные или профессиональные качества? Потому что в исследовательской литературе есть разные подходы, разные взгляды на этот вопрос, и, как мы видим, при построении информационной политики также есть разные взгляды. То есть, как, по вашему мнению, важнее позиционировать медсестру, как человека с выдающимися качествами, или больше делать акцент на ее профессиональных качествах, на ее профессиональном функционале. Вот если вы к какому полису такой дихотомии склоняетесь, и почему? Спасибо большое за вопрос. Вот я могу ответить, что вот все-таки медицинская сестра, прежде всего, должна, конечно, быть профессионалом своего дела, но и про личные качества, конечно, не должна забывать. Не стоит, ну, как бы, не стоит забывать. Так как медицинская сестра — это не только человек, который, как бы, помогает выздороветь, улучшить условия заболевшего человека, это еще и человек, который поможет, выслушает, поддержит, ну, как бы, умеет сострадать все-таки. Спасибо. На самом деле, действительно, очень-очень интересный вопрос, и очень интересно, как вы ответили, потому что зачастую мы видим в информационных кампаниях, что о функционале медицинских сетер забывают. То есть делают слишком большой акцент на личных качествах, и некоторые исследователи даже пишут, что по итогу у населения складывается, ну, не складывается понимание, чем медсестра занимается. Потому что рассказывают, какие сестры добрые, сострадательные, но не всегда понятно по этим коммуникационным роликам, что же медсестры делают. Поэтому очень интересно была ваша точка зрения. Хорошо, есть ли еще вопросы у жюри к конкурсантам? Вопросов нет. Отлично. Спасибо большое. Так, а у вас какая организация тогда вы представляете? У нас нет конкретной организации, у нас команда врачей-блогеров. Мы готовы вас выслушать. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Если представить образ врача в виде пазла, то одним из пазлов будет образ врача в социальной сети. Что же дают нам социальные сети? Социальные сети дают врачу возможность образования и обмена опыта с коллегами, возможность набрать пациентов на прием в клинику и возможности карьерного и финансового роста. На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 57 миллионов пользователей социальной сети Instagram, что сравнимо с количеством населения Италии, например. Каждый из них проводит в среднем по 2,5 часа в день в социальной сети, и половина из них будет искать информацию о здоровье. Мы провели поиск в социальной сети Instagram врачей-кардиологов и нашли 60 аккаунтов с общим количеством подписчиков 813 тысяч человек. Итак, конечно же, образ врача в социальной сети будет формироваться через качественный и эффективный контент. Однако приведет ли это к повышению медицинской грамотности населения? Дело в том, что в Европе на сегодняшний день было проведено несколько исследований у пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Было доказывано, что действительно информирование в социальных сетях граждан с ожирением и с сахарным диабетом приводит к повышению медицинской грамотности населения. В Российской Федерации до 2020 года подобных исследований не проводилось. Поэтому мы с командой врачей-блогеров объединились и провели большое исследование, которое состояло из двух этапов. Задача первого этапа была изучение возможностей образовательных программ первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в социальной сети Инстаграм. Итак, было 10 врачей-блогеров, кардиологов-участников. Количество читателей – 360 тысяч человек. 90% из них – женщины, 42% участника – это 25-34 года. Всем пациентам была дана информация о первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в виде текстовых постов. Это информация до 4 тысяч знаков в виде текста. Что же мы получили в итоге? Охват профилактической программы составил 212 тысяч человек. При этом вовлеченность составила 19 тысяч человек. Это те люди, которые ставили лайки, комментировали, либо делали репосты. Задача второго этапа исследования была изучить, какой же формат подачи материала пациентам в социальной сети будет наиболее удобоваримым для них, наиболее эффективным. Мы создали отдельный аккаунт, новый «Сохрани свое сердце» в социальной сети Instagram. Было набрано 945 желающих, из которых генератором случайных чисел отобрано 125 участников. Все участники были поделены на 4 группы. В первой группе люди получали информацию путем текстовых постов до 4 тысяч знаков. Во второй группе информация представлялась в виде видеоролика длительностью до 5 минут. Третья группа получала информацию в два раза больше, чем предыдущие две. Сначала была представлена информация в виде текстовых публикаций, а затем был видеоролик. А в четвертой группе наоборот. Сначала был видеоролик, а затем текстовая публикация. Всем участникам до и после школы был проведен опрос «Как дизизм новичка с членом». Что же мы получили? Охват – это те люди, которые прочитали и просмотрели материалы школы, составил 2108 человек. Вовлечение – почти 1600 человек. Из них женщин 84% и средний возраст – 46 лет. Количество правильных ответов на вопросы до начала школы не различалось между группами. После школы количество правильных ответов было больше в четвертой группе. Четвертая группа – это группа, которая получала информацию сначала в виде видеоролика, а далее была текстовая публикация. После проведения сравнительного анализа, попарного сравнительного анализа установлено, что наиболее эффективна была информация, воспринята информация именно в четвертой группе. Таким образом, социальные сети помогают нам провести большие онлайн-школы с вовлечением большого количества людей без существенных финансовых и временных затрат. При этом проведение этих школ в формате сначала короткий видеоролик, а затем текстовый материал позволяет быть данному направлению эффективным для пациентов. Что же мы получили в итоге наших исследований? По нашим данным мы выявили высокий электронный профессионализм врачей-кардиологов в сети, которые готовы и имеют возможность объединяться в команду, а также высокий научный потенциал данной области. Данные наших исследований были доложены на Европейском конгрессе по профилактике, на Европейском конгрессе кардиологов, на Российском конгрессе кардиологов в 2021 году, а также на форумах здоровья нации, российские дни сердца и кардиология на марше. Самое главное, что мы получаем из наших исследований в наших школах, это интерес и благодарность пациентов. Здесь размещены отзывы участников школы «Сохрани свое сердце», и это самая приятная часть нашей работы, так как мы понимаем, насколько данные школы, проводимые в онлайн-пространстве, в том числе и в социальных сетях, важны и нужны нашему населению. Где же рекомендации мы можем дать? Мы предлагаем укрепить позицию врача с помощью база, в основе которого будет лежать социальная сеть как инструмент цифровой профилактики, новой перспективной. Далее, следующим элементом будет электронный профессионализм, на который наложится возможность проведения массовых профилактических программ в социальных сетях, и следствие мы получим в повышении медицинской грамотности населения, что сократит дистанцию между врачом и пациентом и укрепит позитивный образ врача в сознании пациента, а также поможет улучшить сердечно-сосудистое здоровье населения Российской Федерации. Спасибо за внимание. И в каком виде? Спасибо за вопрос. Дело в том, что чем раньше мы начнем проводить профилактические мероприятия среди населения нашей страны, тем меньше сердечно-сосудистых заболеваний мы получим в будущем. Поскольку мы взрослые доктора нашей команды, то мы проводим информирование населения взрослого населения, начиная с 18 лет, да, и в исследовании включаем людей старше 18 лет. Но в идеале профилактические программы должны начинаться уже с дошкольного возраста, когда мы объясняем нашим детям, почему важно правильно питаться, как нужно правильно питаться, какая физическая активность должна быть, ежедневная физическая активность и для чего это все нужно, да, к чему это приведет сохранение. И нужно объяснять нашим детям, что здоровье это высшая ценность, и которую нужно сохранить и приумножить с помощью простых мероприятий, о которых, к сожалению, у нас не говорится ни в садике, ни в школе, ни в университете, по сути, да, кроме двух уроков физкультуры, в университете, насколько я знаю, больше никакой информации у нас издавания нет. Поэтому чем раньше, тем лучше. Я поняла вас, спасибо, Маргарита. И позвольте еще второй вопрос, поскольку данная информация меня очень заинтересовала. Вы предусматриваете непосредственное участие в данных мероприятиях, такие как повышение медицинской грамотности в социальных сетях, и проведение таких мероприятий непосредственно врачами. Правильно? Да, верно. Позвольте, пожалуйста, в какое время своего рабочего дня врач должен заниматься повышением данной медицинской грамотности в социальных сетях? Или это во вне рабочее время должно осуществляться? Благодарю за вопрос. Хочу сказать, что у нас за год мы накопили достаточно большой опыт проведения профилактических программ. Это была не только одна онлайн-школа, про которую я сегодня рассказала. У нас их было уже три таких непосредственно. И могу сказать, что люди, которые доктора, которые готовы информировать население, они находятся, их очень много. У нас сейчас в команде больше 20 специалистов, которые готовы тратить свое время на образование населения в социальных сетях. Это повышает их рейтинг среди пациентов и повышает их рейтинг среди коллег. Таким образом, они привлекают пациента к себе в клинику на прием. И сокращается дистанция между врачом и пациентом. Когда пациент к ним приходит уже образованный, когда он знает, что доктор ему будет говорить о том, что вы должны 30 минут в день находить свои шаги, что вы должны правильно питаться. Пациент приходит осознанно, он уже знает, что нужно делать, и тем временем сокращается время приема. И так 12 минут у нас очень мало. Но когда пациент придет, и он знает уже основы, на которые мы наложим свою лекометрозную терапию, то и эффект от приема будет больше, и комплоентность пациента будет гораздо выше. Я поняла. Спасибо. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый член жюри, есть ли еще вопросы? Хорошо, тогда вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, соотносится образ медицины... Ну, давайте так, образ врача в социальных медиа и образ врача у населения? Есть ли разница, на ваш взгляд? То есть, условно говоря, какой образ сформирован в соцмедии и какой образ сформировался в головах у людей? А если, по вашему мнению, есть разница, то какая она? Я могу сказать за врачей-блогеров, с которыми мы работаем, в том числе и я веду свой профессиональный блог. И пока мне еще не пришел ни один пациент, который бы мне сказал, ой, ваш образ в социальной сети такой, а вы совсем другая. То есть, доктор, который транслирует, показывает себя в социальных сетях, он не будет разниться в образе в социальных сетях и в оффлайн-пространстве. Если доктор пытается показать себя в социальных сетях, ну, немножко лучше, да, может быть, как-то приукрасить или, может быть, показать свою компетенцию, с которой нет, конечно же, пациент, который придет к этому доктору на прием, впечатление будет другое. Хочу отметить, что, конечно же, большинство наших докторов, которые ведут профессиональные блоги, это люди, у которых есть свободное время, да, которые его находят, да, где-то. У нас есть доктора, которые работают в обычных поликлиниках, у которых 12 минут на прием, и, в общем-то, у них никакого диссонанса нет, мы общаемся довольно-таки плотно. Пока не было никаких проблем между большой разницей, да, которые видят люди в социальных сетях и тем, что они видят на приеме. Если врач осознанно ведет свой блог, если он обладает всеми навыками, принципами, видимо, согласно принципам электронного профессионализма, то диссонанса никакого нет в образе, на мой взгляд. Хорошо, спасибо большое за ответ. Да, интересная позиция, просто в этом году проводили мы исследования, когда, собственно, сравнивали, как позиционируется, но просто вы говорите про конкретных врачей, а мы смотрели в целом образ профессии. И, конечно, есть некое расхождение, то есть, наверное, не на уровне отдельных людей, а на уровне статистики, на уровне восприятия профессии в целом. Да, что там образ в голове у населения несколько более идеализирован, образ в соцсетях, поскольку там очень много отзывов, он такой более практичный. Но, тем не менее, очень интересно тоже было услышать вашу точку зрения. Спасибо. Уважаемый член жюри, собственно, мы завершили с презентации. Вы можете либо сейчас, либо позже поставить свои оценки по той ссылке, которая была вам прислана. Единственное, имейте в виду, там порядок выступающих поменялся, второе и третье место. Хотел бы спросить, есть ли у членов жюри какие-то ремарки в целом по конкурсу? Хочет ли кто-то высказаться? Либо мы идем дальше. Хорошо, спасибо. Давайте продолжим. Как я уже, то есть, участниками членов жюри было заранее разосланы вопросы для дискуссии. Мы хотели бы сейчас в кругу молодых профессионалов и уважаемых экспертов и членов жюри обсудить ряд прикладных вопросов позиционирования образа медицинского работника. Уже дискуссия, как уже было заявлено, она не будет влиять на оценку, но тем не менее нам видится, что мы могли бы получить какие-то ценные инсайты, которые мы в дальнейшем смогли бы озвучить, в том числе как результат нашей дискуссии на третьем международном форуме «Социология здоровья». Если вы позволите, собственно, был подготовлен ряд вопросов, уже заранее выслан, я бы хотел начать с такого вопроса, как в чем состоит образ, в чем состоит разница между образом врача и образом медицинской сестры. То есть у нас сегодня выступающие кто-то больше сосредоточился на образе врача, кто-то больше на образе медсестры. Все-таки хотелось бы понять точку зрения и конкурсантов, и если членам жюри будет интересно тоже и их точку зрения, в чем похоже, в чем различается образ, по вашему мнению, врача и медсестры, есть ли вообще разница, если она есть, то в чем она, насколько она большая, просто любые ваши мысли. Кто-нибудь готов начать? Можно мы начнем тогда? Да, да, конечно. Все-таки, ну, как бы, врач-то, получается, высшая категория заключается в том, что врач-то специалист с высшим медицинским образованием, обладает гораздо большими знаниями, нежели медицинская сестра, может осуществлять независимые вмешательства. А медсестра все-таки, она обладает меньшими правами, вот, к сожалению, не ставит диагнозы и не лечит. Пациенты знают это, поэтому отношения к медицинской сестре и, ну, как бы разные, и образы в глазах пациентов разные. Вот. Просто врач, получается, осуществляет независимые вмешательства, а сестра не может осуществлять. Да, только зависимые, либо взаимозависимые. А не кажется ли вам, что это, в свою очередь, начинает порождать какие-то определенные статусные проблемы с медсестрами, да? То есть, например, мы видим в исследовании, что, ну, в основном, это зарубежные исследования, как коллеги правильно сказали, что в России практически нет исследований образа медицинских специалистов, а за рубежом очень много исследований, и особенно образа медсестры. И очень много западных исследователей как раз говорят, что проблемы с кадровым потенциалом в области сестринского дела, они связаны в том числе с образом профессии. Потому что врач – это престижно, достойно, это интеллектуальная профессия, а вот медсестра – это уже какая-то не очень интеллектуальная профессия. Как вы считаете, надо ли с этим что-то делать? Что можно с этим делать? Или это уже такая, как бы, данность, и ничего не сделаешь? Действительно, врач более, обладает большими квалификациями, сестра – меньшими, и, соответственно, образ этих профессий адекватно это отражает. Как вы считаете? Ну, нам кажется, что, конечно, надо, потому что все-таки врач не может действовать без медицинской сестры, в плане того, что все равно лечение – это врач и медицинская сестра вместе, сплоченная работа. Вот, поэтому осуществлять уходы, то есть врач не будет, просто им будет некогда там заботиться о пациенте. Поэтому нам кажется, что лечение без медицинской сестры просто будет почти невозможно, практически невозможно. Я как раз-таки добавлю свою коллегу. Все-таки должно быть какое-то представление, что нет такого, что медсестра – это, как бы, меньшая специальность, ну, как бы, низшая, чем нежели врач. Врач – это врач, это одна специальность, и медсестра – это медсестра, это другая специальность. И они должны в скупе делать одно дело вместе. Вот, каждый должен выполнять свою функцию. Один говорит, и у него есть ответственность, как бы, некая. А медсестра делает, ухаживает и, как бы, помогает. И они, как бы, в скупе вместе должны работать. И, ну, как бы… Разные обязанности, но подход общий, поэтому, как получается, хорошо. Спасибо, уважаемые коллеги. Да, да, да. Мы можем тоже добавить по поводу отношения пациентов к врачу или среднему медперсоналу. На самом деле, вот, по опыту нашей поликлиники, многие пациенты даже не различают от инструктора ЛФК, от врача ЛФК. Для них, то есть, их спрашиваешь, у кого вы были, они могут просто сказать «врача ЛФК» на занятиях. Поэтому тут важно отношение, именно отношение. Если инструктор, опытный инструктор проявляет, или медсестра проявляет заботу о пациенте, какие-то дают рекомендации дополнительные, согласованные с лечащим врачом, то и пациент, я думаю, что воспринимает их, и врача, и медицинскую сестру, одинаково для себя полезна. Хорошо, спасибо большое. А как вы считаете, на уровне, может быть, информационной политики, да, то есть, стоит ли что-то делать, можно ли что-то изменить, могут ли быть предприняты какие-то специальные управленческие решения, чтобы выровнять этот дисбаланс? Или как бы… Ну, вообще, в России, мне кажется, просто образ медицинского работника нужно сперва поднять, а потом уже, может быть, как-то разграничивать. Но в целом четкого разделения между средним медицинским персоналом или врачами как-то такого не существует. Да, вот период пандемии показал значимость медицинских работников, все рекламы, телевизионные ролики демонстрировали значимость нашей профессии. И это был хороший такой толчок в плане, чтобы дойти до этой цели. Расстраничивать медсестер от врачей в СМИ где-то… Нет, в стране. Я не думаю, что это стоит. Вы вот очень интересную тему подняли. Вот коллеги, когда делали доклад по сельскохозяйскому делу, они говорили, что не было изменений там в ряде параметров, что касается образа медсестры. И на самом деле на уровне социологии я могу сказать, вот то, что я знаю исследования, то, что я с коллегами разговаривал, и то, что мы проводили исследования, скорее образ кардинально не поменялся. На уровне массового сознания. Может быть, вы как практикующие медицинские специалисты, может быть, у вас другое видение? То есть все-таки с точки зрения обратной связи от пациентов, есть ли какое-то разительное изменение? Может быть, это не количественное изменение, может быть, это какое-то качественное изменение, которое социология не видит? Начало пандемии, безусловно, мы заметили изменения. Ну, конечно же, со временем, когда это стало обыденностью для многих жителей, и это уже вернулось на свои места обратно. Я не думаю, что так. Ну, в начале пандемии было больше положительных отзывов, конечно, о медицинском работнике в целом. И о врачах, и о медицинских сёстрах, когда выходили все и оказывали помощь на дому, тогда, конечно, все были, все медицинские работники были признаны среди населения, по крайней мере, среди нашего населения, которому мы оказываем помощь, потом уже пришло в обыденность, воспринималось уже как есть. Ну, вот это очень удивительно, что действительно, вот и социологи, и прикладные медработники, они вот в этом солидарны. Да, что вот на настоящий момент можем сказать, что изменений, кардинальных изменений скорее в образе специалиста не произошло. Маргарита, может, вы что-то хотите добавить? Да, я хотела добавить пару слов по опыту работы в ковидном стационаре и общению с пациентами после. Дело в том, что, наверное, в ковидных стационарах на первое место, наоборот, у нас сейчас высшие медицинские сестры, потому что врач, проходящий на осмотр, он буквально прибывает в палате несколько минут, он смотрит все показатели пациента и уходит дальше работать в своей ординаторской. А за пациентами ухаживают средний медицинский персонал, который каким-то образом касается пациента, потому что для наших пациентов очень важен тактильный контакт. Но во время пандемии мы не можем обеспечить тактильного контакта врачей. А средний медицинский персонал ставит капельницы, дает кислород и так далее. То есть, наоборот, в ковидных госпиталях сейчас на первый план, именно в плане коммуникации, да, и для пациента наиболее важным посредником между врачом и пациентом выступает именно медицинская сестра. И я считаю, что незаслуженно мы упускаем этот факт из вида, потому что мы видим билборды с врачами, но я не видела ни одного билборда со средним медицинским персоналом. И это крайне обидно, учитывая, что я, опять же, говорю с позиции не врача, а с позиции пациенток, с позиции моих родственников, которые говорили, что мы врачей не видим. Мы не знаем, кто этот врач, мы его совершенно не видим. А медсестра, да, медсестру мы видим, мы знаем, она к нам приходит. И я думаю, что таким маячком, да, становится уже не доктор, а становится средний медицинский персонал, который непосредственно контактирует с нашими пациентами и помогает им выздоравливать. А вот как вы считаете, что могут ли различить пациенты, вот действительно коллеги тоже этот вопрос поднимали, могут ли понять пациенты, это все-таки врач или это все-таки медсестра? То есть, или такой проблемы не стоит, потому что, условно говоря, до пандемии, года четыре назад, мы, когда опросы проводили, зачастую люди действительно не могли понять, и вплоть до того даже был курьезный такой случай, когда люди выражали благодарность врачу, а потом, ну это был комплексный аудит организации, у нас был доступ к штатному расписанию, мы посмотрели, это был санитар, то есть, как бы, люди не понимали, кто перед ними, да, и, возможно, многих медсестер люди там воспринимали как врачей, или наоборот, то есть, нет ли такого сегодня, что-то поменялось в этой связи, как вы считаете? Нет, абсолютно с вами согласна, практически ничего не поменялось, если приходит медицинский персонал, особенно одетый, и без каких-то опознавательных знаков бейджетов, то, естественно, пациенту, да и не только пациенту, и нам, врачам, крайне сложно понять, кто перед нами вообще находится, да, но учитывая, что сейчас практика есть использование бейджетов, да, мы подписываем имена, мы подписываем должности, поэтому, в общем-то, такой острой проблемой на сегодняшний день не стоит, и решается она очень просто. Спасибо большое, коллеги, просто радостно слушать. У нас, мы когда проводим форум «Социология здоровья», у нас всегда стоит проблема наладить, ну, собственно, одна из идей была форума, чтобы наладить диалог между социологами, но в широком смысле между гуманитарными специалистами и медиками, и мы каждый форум сталкивались с тем, что люди говорят абсолютно на разных языках, говорят про разное, часто друг с другом, ну, не сходятся выводы медицинских работников, выводы социологов, а здесь я вот с вами говорю, и, собственно, все сходится. То, что вы говорите, оно все сходится с тем, что в целом говорят социологи, и как-то вот пандемия, как-то, оказывается, в этом плане сплотила. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос, такой вот, достаточно специфический вопрос, ну, у нас есть врачи-медсестры, да, а у нас есть какие-то еще определенные такие нагруженные специальности, да, как говорят, это иногда стигматизированные специальности, например, специальность психиатрии, да, что, как бы, есть там мифы, что, как бы, у врачей-психиатров не все с головой в порядке, да, то есть, либо изначально, либо там в плане профессии, да, есть определенные стигматизационные установки в отношении онкологической службы, да, что там, как бы, многие люди этой службы боятся. Как вы думаете, то есть, как можно вот такие вот специфические профессии, ну, возьмем, остановимся на психиатрии, например, да, например, психиатрии, и как вы думаете, как можно повысить доверие, понизить уровень страхов к специфическим медицинским профессиям, к врачам, к медсестрам, в целом, к области, чтобы люди не боялись обращаться в театрические учреждения, чтобы люди своевременно там не боялись из-за онкофобии обращаться к онкологам. Как вам кажется, вот, что может быть сделано, есть ли какие-то идеи? Да, можно я выслежу с темы? Дело в том, что отношение населения к чему-то конкретному зависит от позиционирования, да, от того, как позиционироваться то или иное для нас сейчас, ну, возьмем, да, врача психиатра. И если бы у нас была возможность, да, снять фильм, например, о работе доктора психиатра, предположим, да, фильм, либо показать жизнь у психиатра в аккаунте в социальной сети, или возвращаясь к нашему блогерскому коллективу, да, в социальной сети, у нас есть много врачей-блогеров, психиатров, у которых количество подписчиков более 50 тысяч, да, то есть люди идут и целенаправленно подписываются на врача-психиатра, смотрят за ним, наблюдают изнутри, как он относится к своим пациентам, как он готовится к приему, как он переживает за то, что его пациент не отвечает на лечение, предположим, да, либо какие-то другие там моменты, да, взаимодействия врач-пациент. Они разбирают в своих аккаунтах обезличенные ситуации какие-то, да, конкретные. И когда, например, доктор разбирает вопрос лечения панической атаки, да, он рассказывает симптомы и рассказывает, что паническую атаку можно вылечить, естественно, пациент, зная, что, ой, смотрите, это очень просто, да, я вижу, что доктор разобрал на пазлы мое самочувствие, мое состояние, я пойду к нему, и я выздоровлю, да. Если мы не будем информировать население о том, что такое заболевание, да, что врач-психиатр – это такой же врач, такой же человек, у которого есть свои переживания, заботы и так далее, и который в состоянии, благодаря своей квалификации, вылечить пациента, и, соответственно, мы поменяем отношение в обществе к этим стигматизированным специальностям, я думаю, то же самое в онкологии. Знаю прекрасных врачей, которые зарегистрированы в социальной сети Инстаграма, которые проводят массовые профилактические программы, которые разрабатывают скрининги для людей, для профилактики, да, которые массово проводят эти профилактические программы. Поэтому, на мой взгляд, проблем здесь нет. Вопрос только в официальном признании, да, каких-то вот таких вот методов информирования на сиденье о стигматизированных, конечно, это резко сказано, стигматизированных кавычках, да, профессиях. Спасибо. Спасибо. Очень, на самом деле, ценная идея, что такое продвижение образа психиатрии в соцмедиа, потому что, действительно, мы тоже делали исследование образа психиатрического в соцмедиа, и в основном, конечно, со сферой психиатрии, либо это что-то такое пугающее, вычурное для социальных медиа, либо это что-то, но такая, как бы, ну, высмеивание идет, да, то есть у нас очень молодежь любит, там, ругательство, там, дурка, психушка, как бы, этот, иди к психиатру, друг друга посылают. Поэтому очень интересный образ соцмедиа, но вот меня зацепило, когда вы сказали о фильм, да, ну, смотрите, просто, почему людям интересен психиатрия? Сейчас же много таких вот фильмов, да, какой-нибудь, там, не знаю, Джокер, да, всем, то есть, почему такой отклик? Потому что это что-то такое, там, пугающее, страшное, непонятное, вычурное, и как, по-вашему, можно было бы показать психиатра, чтобы это, с одной стороны, не стигматизировало профессию, а, с другой стороны, это было бы интересно людям смотреть, то есть это про что? Потому что, если просто показывать, что вот сидит врач-психиатр, психиатр, ну, это может быть какой-то арт-хаус, да, он там, не знаю, сидит 15 часов и ведет прием, а чтобы это было увлекательно, там, что должно быть сделано, да, может, там, не акцентировать внимание на том, что он именно психиатр, или что, вот, как вы считаете? Я бы пошла отобрату. Интереснее было бы показать какую-то проблему пациента с проблемой, да, то есть, ну, подумать о том, какие наиболее часто распространенные проблемы, да, у нас у врача-психиатров, не нужно показывать шизофрению, да, нужно показать, например, тревожно-депрессивное расстройство, которое, которым страдает каждый десятый житель нашей планеты, да, можно показать взаимодействие врач-пациент, исходя из-за именно той проблемы. То есть не нужно показывать, как врач пришел, как он там разделся, как он оделся, да, можно заинтересовать людей именно тем, что им актуально, да, всем, всем актуально свое состояние здоровья. Поэтому, если мы оттолкнемся не от позиции врача-психиатра, да, а от человека с панической атакой, положим, да, либо с тревожим депрессивным расстройством, да, и покажем, как психиатр может помочь психотерапевту в этом плане, то, естественно, мы вызовем большой отклик среди людей с подобными проблемами. Спасибо большое. Коллеги, есть что-то добавить, есть ли какие-то мысли? Да, вот мы согласны с первой мыслью о том, что нужно снимать какие-то фильмы о врачах и транслировать их. В том числе есть, может быть, не так знакомы для большинства граждан фильмы в Ютубе, снимают, например, канал ТОК, который рассказывает о врачах, очень красиво снимая это все дело, в общем, популяризируют профессию, такие как патологоанатом, анестезиолог, в том числе и психиатр-врач. И если это сделать массово, может быть, по федеральным каналам показать, это даст большой отклик и к этим специальностям, и пациенты будут понимать и обращаться. Вот, и хотелось бы отметить, что стыдных профессий нет, и не стыдно обращаться за медицинской помощью. Стыдно, когда ты болеешь и не обращаешься за медицинской помощью, а у тебя уже опухоль размером с тебя или того хуже. Поэтому это нужно популяризировать просто активную жизненную позицию самого человека, самого гражданина к своему здоровью. Хорошо, спасибо, спасибо. Если кому-то что-то добавить. Хорошо, а вот такой вопрос, как вы вообще считаете, такой вопрос обычно заряженный для медицинских специалистов, все-таки сегодня хороший образ медицинского специалиста в среднем, или плохой, или вот, или есть какие-то аспекты хорошие, какие-то плохие. То есть, как бы вообще характеризовали сегодня образ медицинского специалиста? Можно я отвечу? Так, давайте, давайте. Ковид, я не нажимаю, но я не уверена, что есть. На мой взгляд, ковид принес положительные моменты, однозначно в образ врача, а не в образ врача, точнее, он принес положительные моменты в том, что мы, каждый человек, стал больше ценить свое здоровье и понял, что жизнь, она конечна, учитывая огромное количество смертей. Однако, медицинская система, государственная медицинская система сейчас находится, ну, как бы это страшно не звучало, она находится в ахватническом состоянии. Мы обсуждаем то, какой образ медицинского специалиста сегодня есть, но если поговорить с теми, кто работает сейчас по ковидным стационарам, кто работает сейчас на приемах в поликлинике, мы поймем, какие человеческие нагрузки они испытывают сегодня. И, в общем-то, я могу сказать, что очень мало специалистов осталось, которые проявляют человечность в каждом своем, на каждом своем приеме, да, с каждым пациентом. Очень много врачей обрюбили, да, они очерствели за счет действительно колоссальной нечеловеческой нагрузки, которая легла сейчас на их лечи. И поэтому сказать, что стало лучше или хуже нельзя, да, но стало сложнее работать врачам, да, сложнее сохранять лицо, сложнее сохранять свою человечность. И все чаще и чаще наши пациенты, по большому сожалению, сталкиваются не только с тем, что с ними не общаются, да, что врач не рассказывает, что с ним происходит из-за отсутствия дефицита времени, но и с тем, что иногда бывают непрофессиональные или некоторые, да, моменты, потому что врачи много работают, практически не спят. Сейчас время очень сложно сказать, что образ специалиста, да, там, хороший или плохой, однозначно нельзя, но это время, которое показало нам, что наша система нашего здравоохранения, она, к сожалению, не совершенно, но радует то, что люди начали больше тянуть свою жизнь, и я уже вижу, что я врач-кардиолог, а амбулатору на взглянулись, сейчас ведусь прием, что люди все чаще и чаще приходят за технической помощью, да, то есть они наконец-то поняли, когда мне дали порчок, для того, чтобы обследоваться и пытаться сохранить свое здоровье максимально долго. Спасибо. Коллеги, что-то добавить есть? Ответили, да, на этот вопрос по поводу сегодняшнего образа. Мы считаем, что он в начале пандемии был более ярким, более выраженным и положительным. Ну, а сейчас, ну, в целом, то есть он плюс-минус ноль скорее. Ну, просто... Почему ты не веришь, чтобы было больше нуля? Ну, я чисто про ощущение говорю, понятно, что это надо замерять по всему населению. Хорошо, коллеги, давайте тогда в заключение дискуссии такую вещь сделаем, что в первую очередь, вот, каждый из вас скажите, ну, не знаю, там, топ-1, 2, 3, топ-5 действий, которые, по вашему мнению, должны быть предприняты, чтобы улучшить образ медицинского специалиста. Там, врача, медсестры или в целом. Вот просто ваше видение, ваши мысли, топ каких-то основных действий, вот, что вы видите, самое важное. Вот хотелось бы каждого из вас услышать и на этом дискуссию завершить. Можно я начну? Давайте. У меня будет одно большое предложение. Сделать социальные сети официальной платформой для проведения медицинских филактических программ. Это позволит сократить дистанцию между врачом и пациентом и повысить медицинскую грамотность населения в целом за счет небольших финансовых и временных затратов. Спасибо. А что имеется в виду? Официальная платформа это в плане в каком? В плане содержательным ли это документ, какой должен быть это, что вы имеете в виду? Да, дело в том, что мы руководствуемся в своей работе клиническими рекомендациями. И в европейских клинических рекомендациях по профилактической кардиологии, которые вышли совсем недавно, есть раздел о том, что необходимо информировать граждан о сердечно-сосудистых заболеваниях и проводить там профилактические программы. Что такое средство массовой информации, да, не расшифровано. В наших клинических рекомендациях пока изменений никаких нет, да, то есть в идеале мы стремимся к тому, чтобы во всех клинических рекомендациях было прописано, что могут программы, массовые программы в социальных сетях являются эффективными, да, по данным таких-то, таких-то исследований, и они могут проводиться в социальных сетях, являются официальной платформой для проведения медицинских и профилактических программ, да. Сейчас мы их проводим силами энтузиастов, да, людей, которые вот собрались и за счет своего времени и других ресурсов занимаются профилактикой образования населения. Если бы это стало официальным, как на последнем конгрессе кардиологов обсуждалась возможность проведения профилактических программ по телевидению, например, да, и явно не говорят об этом профессора, доктора наук, говорят, что да, возможно, по телевидению проведение профилактических программ, но опять же вернемся к вопросу о том, какое население мы сможем охватить по телевидению, да, это однозначно вторичная профилактика, это бабушка и дедушка, у которых уже были инфаркты, да, у которых есть бетертония, которые сидят смотрят телевизор, да, если мы будем говорить о молодом населении, то его нужно искать именно в социальных сетях, а учитывая небольшие финансовое вложение временной трудности, я думаю, что это довольно перспективный инструмент для проведения профилактических программ. Спасибо, спасибо, очень интересная рекомендация. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто готов продолжить поделиться своим топом рекомендаций или одной, или несколькими? Ну вот как улучшить образ медицинского специалиста, мы уже сказали в презентации, в своем исследовании, это в том числе и креативность, пациента-ориентированность и так далее, но самое главное все-таки пациента-ориентированность, а не клиента-ориентированность, что сейчас могут некоторые путать и так далее. То есть, может быть, медработники будущего, они обязательно будут проявлять эмпатию к пациентам и так далее, но с другой стороны тоже должны быть какие-то действия, возможно, это какие-то программы государственной поддержки медицинского сообщества и, возможно, на уровне образования в школах, в институтах, воспитательная работа о том, когда говорят уважать старших, то же самоуважать и врачей, и медсестер, чтобы это вот у нас было, но опять же, это не одно, возможно, даже поколение пройдет, чтобы к этому прийти. А вот часто слышу от медицинских работников, что в СССР медиков уважали, а сейчас нет. Вы считаете, что уважали раньше, да, то есть в плане уважения надо вернуться в те времена или все-таки что-то новое должно быть? Мы думаем, что уважение как тогда было бы сейчас правильно. Ну, просто немножко система поменялась, да, тогда была более патерналистская, сейчас более партнерская. Да, больше партнерская, клиент-ориентированная. Ну, то есть вы вот за возврат именно в этом аспекте? В этом аспекте, да. Хорошо, спасибо. Коллеги, вы остались из РУДН? Да, ну, мы считаем, что все-таки первостепенно это профессиональные навыки и их тренировка, то есть нужно постоянно как-то развиваться профессионально, новое что-то изучать. И также вот с телевидением, да, то, что нужно оповещать людей о том, кто такой врач, что надо уважать эту профессию, в принципе, не только врача, и медицинскую сестру, всех медработников, то, что они помогают лечить. Вот, мне кажется, еще нужно делать акцент на этику и диентологию, потому что телевизор смотрят действительно не все, а в поликлинику, больницу, в больницу не все, конечно, попадают, в поликлинику часто ходят, особенно сейчас, многие попадают как первичное звено, и они идут и сталкиваются с отношением, общением, то есть, как сотрудников медицинских, вот, поэтому, мне кажется, уже на этом этапе нужно коммуникацию улучшить, то есть вот именно этику и диентологию. Также хочу добавить к моему коллегу, что вот есть создана организация волонтер-медики, вот, и большинство медицинских волонтеров, которые как бы уже в начале своего, как бы, этапа представляют, как бы, некое лицо молодых специалистов, которые хотят стать врачами, медсестрами, медицинскими специалистами, и, как бы, их в начале уже подготавливают к тому этапу, как они будут вести себя с пациентами, общаются со школьниками, проводят некие дискуссии, ну, в общем, в разные мероприятия, вот, и знакомятся, как бы, с людьми и вообще принимают участие активное в медицинской деятельности, вот, помогают также врачам, вот, также вот в коммунарке помогают много, и, как бы, тоже уже есть некое представление уже о том, что и наше поколение молодые стремятся к чему-то хорошему, вот, и, как бы, медицинскому образованию. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ну, на этом мы, наверное, будем завершать, у нас уже скоро время завершается мероприятие. Смотрите, значит, хотел бы дать объявление. Результаты у нас принципиально мы объявляем в конце, в завершении форума «Социология здоровья», то есть, в завершении будут оглашены победители и будут вам высланы призы, которые там в электронной или в физической форме. 23 ноября мы будем это все объявлять, то есть, будем сохранять интригу, но в любом случае, то есть, вы уже втроем, три команды, вы уже финалисты, то есть, условно говоря, будут ранжироваться только места. То, что факт, что вы уже финалисты конкурса, он уже будет у вас в портфолио в любом случае, вне зависимости от числа набранных баллов. Члены жюри сегодня-завтра проголосуют и мы будем оценивать вот по среднему баллу каждой команды из этих пяти критериев, которые мы уже озвучили. Озвучили. Соответственно, такое предложение в рамках форума, когда мы презентуем, для желающих мы предлагаем подготовить одноминутное видео на тему вашего проекта. Просто на одну минуту рассказать в любой удобной для вас форме. Это может быть просто рассказ, просто вот предзаписи. Это может быть какой-то презентация, это может быть отдельный ролик в любой форме, если вы хотите как-то от себя презентовать. Если вы не хотите, мы просто скажем, что вот такая-то команда в таком-то составе, такой-то проект. Если вы хотите дополнительно себя как-то вот презентовать на международное мероприятие, соответственно, мы вам предлагаем предзаписать одноминутный ролик. Соответственно, если вы хотите, то есть мы будем ждать эти ролики до 12 ноября. Все ролики, которые будут, мы, соответственно, покажем. Плюс тезисы, присланные, будут опубликованы в сборнике трудов НИИ, соответственно, который выйдет уже после форума. Наверное, это все, что я хотел сказать. Большое спасибо за дискуссию. Очень интересно было, очень много было интересных идей. Я думаю, мы упомянем это как результат сегодняшней дискуссии, потому что действительно сегодня тематика образа медицинского специалиста, она поднимается сегодня на крупнейших форумах, на крупнейших конгрессах. И поскольку наш форум третий будет посвящен именно осмыслению пандемии, мы не можем не поднять эту тему. Сегодня было высказано много интересных, замечательных идей. Поэтому, уважаемые коллеги, если у кого-то есть какие-то ремарки, я готов предоставить там одну минуту, одну-две минуты. Если у кого нет ремарок, мы будем на этом закругляться и встретимся уже на завершении форума в онлайн-режиме, тогда, когда будут объявлены победители конкурса. Уважаемые коллеги или члены жюри, есть ли кому-то что-то сказать? Ну, дополнительно к тому, что или вопросы какие-то, или пожелания. Все, ничего нет. Хорошо. Хочу произвести огромную благодарность за то, что вы заметили нашу работу и за возможность представить результаты нашей работы на вашем конкурсе. Огромное вам спасибо за внимание. Вам спасибо. Как бы мы, наш институт всегда открыт к сотрудничеству с молодыми и немолодыми специалистами, заряженными. Особенно вот этот междисциплинарный синтез очень ценен. Когда социологи пробуют для себя освоить тематику медицины или наоборот медики заходят на такие... Ну, это же не медицинские гуманитарные аспекты. Образ медицинского специалиста, имидж, отношения с пациентом, восприятие медицинских специалистов. Это такие исконно гуманитарные специальности. И в этом сложность и красота дисциплины медицинской социологии, медицины и вообще гуманитарных исследований здравоохранения. И очень радостно, что эта тематика привлекает молодых, заряженных людей. Очень надеемся, что встретимся еще в рамках других научных, экспертных мероприятий, может быть, в рамках каких-то общих проектов. Наш центр, наш отдел всегда готовы к сотрудничеству. Поэтому вам спасибо за заявки, за интерес. Ждем вас в том числе на конкурсе в следующем году. Я думаю, тоже будет аналогичный конкурс. А на этом давайте тогда завершать. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.